Тысячи человек во всех регионах приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В гумеле у Вечного Огня на площади труда собрались руководства области и города, ветераны, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле героев, павших в боях Великой Отечественной войны. Почтили память погибших минутой молчания. Продолжились мероприятия торжественным собранием и концертом. Марина Джалая с подробностями. Ни метель, ни по-февральски суровая погода, ни помеха для празднования таких дат. На площади труда у Вечного Огня люди, которые дорогой ценой и долгим, и тяжелым жизненным путем шли для нас к Великой Победе. Наши ветераны, которые, несмотря на очень почтенный возраст, приходят сюда с красными гвоздиками и искренностью в сердцах. Вспомнить тех, кого больше нет на этом свете. И поздравить тех, на ком сейчас держится безопасность нашего государства. Молодое поколение, сменившее нас, ветеранов войны, будет твердо стоять на своих границах, защищая свою родину, защищая жизнь своих близких. Пусть всегда будет над нами мирное небо, такое, как сейчас. Пусть всегда наши дети будут спокойно ходить в школу, учиться, получать образование. И поэтому всего самого наилучшего. Они не унывают, гордятся мирной жизнью в красивом современном городе, возможностью встречаться, обмениваться новостями и мечтать о таком же спокойном будущем для себя и своих потомков. Гордимся, что город хороший, живем в таком городе приятном. И вот погода, видите, какая прогода. Я в войну так воевал, еще хуже погода была. Держались. А сейчас тем более должны держаться. В такую погоду показать, что мы замечательные люди, боевые, слаженные. День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь праздник каждого жителя Беларуси. Каждого, кто знает цену мирной жизни. Каждого, кто уважает предков и желает видеть свою страну счастливой, мирной, независимой. Каждый наш гражданин является защитником своей Родины. В мирное время кует победу, в военное время побеждает. Поэтому всех хочу поздравить с праздником, пожелать светлого неба, доброго здоровья, тепла, уюта в домах, любви и счастья в семье. Сюда пришли люди, которые потеряли в войнах своих близких. И поэтому теперь помогают тем, чья судьба так или иначе была связана с войной. У меня два брата военных, отставники уже. Я в Совете ветеранов железнодорожного района. Вот. Отец у меня участник войны. Ну, он умер уже, но он тоже был военный после войны. Ну что, вообще-то, это праздник замечательный. У меня тоже жизнь связана все время с военными. Во-первых, у меня папа и мама участники войны. Но они, правда, уже ушли в мир иной. Муж мой, афганец, тоже сейчас его уже нет, он уже умер. Праздник продолжился в Гомельском областном драматическом театре. Здесь прошло праздничное собрание в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Завершилась первая часть мероприятия – возложение венков и цветов к памятнику у Вечного огня на площади Труда. С окном остались метели и сильный ветер. Сейчас в драматический театр собираются люди, чтобы отдать дань памяти тем, кто добывал для нас свободу в годы Великой Отечественной войны. И тем, кто охраняет рубежи Беларуси сейчас. После торжественной части начался концерт, номера которого один за другим напоминали о подвигах наших предков, о победоносном пути нашей страны и о том, что самый счастливый день – сегодняшний. Потому что именно сегодня каждый человек может сделать что-то хорошее, чтобы завтрашний стал еще лучше. Неразрывная связь прошлого и настоящего – путеводная нить нашей жизни. Жизни с благодарностью предкам и желанием, чтобы у наших потомков было счастливое, мирное будущее. Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели.